Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, однажды к Кафицхайму обратился жалоба его бывший ученик, знаток Торы. Он решил заняться бизнесом, но стал жертвой обмана, потерял все деньги, вложенные в дело. И Кафицхайм внимательно выслушал его, и прежде чем ответить, сказал следующий стих, напомнил ему. Находясь в Ешиве, сказал он, вы привыкли к простым и доверительным отношениям. Прямо душу и с Богом. Это то, что сегодня прямым будет с Богом твоим. Выйдя в большой мир, вы ошибочно решили, что так же надо вести себя и с другими, незнакомыми вам людьми. Это была серьезная ошибка. Тора предупреждает прямодушным, будь пред Богом. Это еще означает, что с людьми надо быть намного более осторожным. Вообще, мы сейчас вот разберем уникальный парадокс еврейского судопроизводства, который имеет отношение к нашей недельной главе. Говорится следующее, что если судьи расследовали хорошо, и оказалось, что свидетель ложный, свидетель обвинил ложного брата своего, то сделай ему то, что он замышлял своему брату, и искоренит зло из его среды. Вот, теперь давайте разберем, что сказано. Сказано, что если в лже свидетели пришли и обвинили какого-то человека, которого могли за это приговорить к смертной казни, а потом выяснилось, что они врали, а еще ничего, смертная казнь не была приведена в действие, этих свидетелей казнят. Теперь внимание, если свидетели ложно обокрали, простите, ложно возвели клевету на человека, и человека уже казнили, произошла уже казнь, написано, не казнят. По нашей человеческой логике, как это так? Там факт хотел, но не получилось, здесь уже точно казнили, и теперь их отпускать. Написано, здесь очень интересная вещь. Мудрецы говорили, учитывая серьезность преступления, совершенного свидетелями злоумышленниками, которые пытались обречь, пытались обречь невиновного человека посредством же свидетельства, Бог велит судям покарать их смертью, которая сама по себе является искуплением грехов, которые совершены при жизни. Но если они добились своего, и невиновный был действительно казнен, Тора считает это таким тяжким грехом, что преступник не заслуживает никакого искупления в этом мире. Поэтому Тора освобождает их от смертной казни, и тем самым обрекает на обычную естественную смерть, без искупления грехов, и написано страшные муки в мире грядущем. Нам-то, нашему человеческому разумению, кажется, что все иначе, нашему разумению кажется, что вот тот преступник, а этот только хотел. Нет, что из этого делают мудрецы, какой уникальный вывод. Если бы мы понимали, насколько вот происходящие с нами, здесь какие-то всякие мелкие неприятности, или всякие сложности, помогают нам в следующем мире оказаться невиновными, мы бы сами искали этих испытаний. Так написано. В нашей недельной главе Шафти мы читаем о городах-убежищах, куда мог скрыться, совершивший непреднамеренное убийство человека. И там он что мог раскаяться? Месяц Илул, на который всегда приходится наша глава, во времени, в промежутке времени, является тем самым городом-убежищем, которым вот те города являлись, только теперь это в пространстве. Это месяц святости, раскаяния, время, когда человек может, отвернувшись от прошлого, полностью поменять свой будущий мир. Месяц Илул, последний месяц еврейского года. В силу этого он также должен быть посвящен подведению итогов. Но, само собой, разумеется, каких итогов? Не финансовых. Надо здесь, это итоги самоанализ, переоценка всего содеянного за последнее время. Надо посчитать духовные доходы и расходы. Вот что должно занимать человек в этот период. Надо понять, с чем мы подходим к Рошашана. Чем для каждого человека на земле будет подведен какой-то итог. Понятно, что не только ради, только отчет, чтобы иметь. Мы просто должны знать правду о себе, постараться нам правильно, чтобы судить о нашей собственной духовной жизнеспособности. Только реалистическая картина, которую мы хотя бы сами себе поставим, позволит нам построить нормальные, правильные, конструктивные планы на будущее. И уровень требований, предъявляемым законодательством еврейским, к подобному анализу, он всегда очень высокий. Мы должны проверять действия, слова, и, как самое интересное, мысли. Какая цель? Выявить, какие ошибки и промахи были совершены в течение года по отношению к Богу, к людям. И самое сложное, оказывается, еще одно, по отношению к самим себе. Здесь нужна беспристратность, нужны особые духовные силы. Месяц Иллу отмечен особым божественным влиянием на наш мир и на каждого отдельного человека. Он дает нам силы, написанные необходимые для достижения успеха. Вот надо воспользоваться этим, не дай Бог пропустить этот месяц. Чему это можно уподобить? Во время шествия евреев по пустыне, написано, заключительным в колонии было колено Дана. И все вещи, которые обронили другие колена, они собирали и возвращали владельца. Подобным образом месяц Иллу помогает нам возвратить все, что было утеряно и упущено в прошлом году. Поэтому мы начали с того, что не все нам так кажется в этом мире, как кажется Торе. Тора, которая видит весне, она знает, что где преступления, а где нет. Можно было рассказать, кстати, и о царе Давиде, который вызвал своего, перед уходом из мира царя Шлома, своего сына, сказал, вот обязательно убей и этого, и вот этого. И люди в шоке, как это так, великий царь. Он просто знал, что искупление здесь, рождает там, в следующем мире, ощущение свободы уже. Если наоборот, то не дай бог. Месяц Иллу начался, точнее он уже шагает, поэтому наше время собраться, внимательно взвесить все, подумать о том, что было, что будет, и принести правильное решение себе и решение на следующий год. Как жить и как исправляться. Брахава от слоха, силы, удачи, всего самого лучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!